В интернете, в проповеди одного известного, весьма эрудированного православного протеерея из Петербурга, еще имени называется «Из моральных причин», он говорил, что, возможно, Бог создал Вселенную с помощью большого взрыва. А также допустил, что, возможно, и вправду люди действительно элевационировали от обезьян. Ну и вот человек собирается читать Ветхий Завет, но вычитал неоднократно и просит разъяснить, как относиться вот к этим всем таким вещам сложным, таким таинственным. Вот «Шестоднев», «Творение Адама и Евы», «Дальнейшее потомство». Метафора это, миф ли это, или действительно это все имело место? Как относиться к этому? И как читать Ветхий Завет? Как к нем ориентироваться? Вопрос не праздный, вопрос очень серьезный. Милосердный Бог, источник смысла и разума, и радости, да поможет нам сказать нужное и не сказать лишнего. Видите, накопленный массив знаний в новое и новейшее и современное время вошел в противоречие с буквальным прочтением библейских текстов. Ну, с тем, как их читали привычно в течение долгих столетий. Вошел в противоречие, потому что там вот эта сложность вселенной, в которой проник человек, она раздавила человека. Она лишила его простоты и внушила ему какую-то иллюзию всезнайства, что ли, такое. Ему теперь эти простые библейские тексты очень трудно сочетать, как бы с этой сложной моделью, там, с этими квантовыми, там, этими мирами, там, с этими параллаксами, там, этими черными дырами, там, и всеми миллиардами лет, которыми так легко вращает наука. Поэтому перед многими людьми стоит дилемма такая, или проблема, не дилемма, нет, проблема, как сочетать библейское повествование, которое есть истина, с этими сложными открытиями науки, которые на нас свалились. Вот. Это ложная проблема, потому что в науке нет ничего, на что можно было твердо опереться. Это постоянно разворачивающийся процесс. У нее никогда нет окончательного слова. Она сама не знает, что будет завтра, наука. Тогда как твердое основание Божие стоит на камне, что познал Господь своих. И тут все правда. Поэтому, по-моему, совершенно без толку мучить себя вопросами техническими, то есть как именно происходило творение мира. Поскольку мы не были очевидцами этого события и не будем, то мы никак своим ограниченным умом такую грандиозную вещь представить себе не можем. Мы, правда, можем, например, наблюдать за зародышем, допустим, во чреве матери. Современные там эти все средства, они позволяют нам это чудо наблюдать. Вот здесь мы можем удивляться, плакать от умиления, говорить, Боже, как же это красиво, сложно и великолепно. А вот мир Бог создал, мы этого не увидим. Нам сообщили, как бы этого с нас хватит. И нам не нужно мучить свои, так сказать, мозговые извилины вопросом, каким образом это было, вот как это. Вообще вопрос «как» он здесь не подходит. Этот вопрос, он в христианство, например, заползает, потом, например, вот западная религиозная мысль мучилась вопросом «как хлеб может быть телом Христовым?» Вот этот вопрос «как». Отцы на Востоке говорили «не спрашивай как». Довольна с тебя, что Духом Святым. То есть хлеб, принесенный на Евхаристию, принесенный Богу в жертву духовную, воспоминание Господа Иисуса Христа, которым призывается утешитель и так далее, это тело Христово. И чаша есть при общении крови Христовой. И не спрашивай как. А западная мысль более досужая, так и менее целомудренная, кстати говоря, и она стремится как бы залезть в механизм, а как это происходит. А это не надо знать. Бог ведь не всё открывает человеку. Есть вещи совершенно закрытые, куда нельзя проникнуть, куда ангелы проникнуть не могут. Поэтому вот это научное любопытство или благие порывы соединения, примирения научного знания с библейским откровением, это вообще пустое занятие. Нужно, например, прислушаться к великим физикам. Вот такой был Нильс Бор, творец корпускулярно-волновой теории. Он совершенно несомненно верил в Господа Бога и в шесть дней творения, все эти вещи, при том, что он проник в тайны мира глубже всех других этих всяких физиков. У него висела, такой интересный случай рассказывали, у него висела подкова на стене. К нему пришёл какой-то товарищ, говорит, слушай, зачем тебе подкова висит? Это же чепуха, это же какой-то предрассудок. Ты же физик, ты такой умный, там то-то-то. Он говорит, ну да. Говорит, а что в это веришь? Он говорит, нет, я не верю. Я же физик, я же такой умный. Как я могу в это верить? Зачем у тебя висит подкова? Она висит потому, что она объективно работает, независимо от того, веришь ты или не веришь. Он пошутил, конечно, но вот это всё как бы объективно, да, Библия права. А если я этого не понимаю, то ничего страшного, мой ограниченный ум и не обязан понимать вещи, которые превосходят способности моего ума. Вот и всё. Вот для меня это совершенно и всё. Теперь смотрите, интересная вещь. С какой книги начинали читать Библию евреи, у которых она была у первых? Вот они первые взяли её в руки, ту половину без Нового Завета. Начинали ли они читать её с книги Бытия? Вот отсюда. Берешит бара елохим гашамаем вад га арестом. Вначале «Стверил Бог небо и землю». Они отсюда начинали читать? Нет. Пятикнижие Моисеева в еврейском народе издревле принято читать с книги Левит. Вы будете удивлены, но это так. С книги Левит. А книга Левит – это совершенно сложная для понимания книга, потому что там описывается жертвоприношение. Жертва за грех, жертва мирная, жертва такая, жертва сякая, там, как там вала заколоть, там, как там птице голову открутить. Вы вообще будете в недоумении, зачем это всё нужно вообще, что это такое. Но они с неё начинают. А когда же читают книгу Бытия? Не раньше 30 лет. То есть начинаю читать в три года. В 12 лет они вступают в завет уже такой сознательный, начинают уже читать постоянно, изучать там псалмы, притчи, там, пророков. И вот к 30 годам они только начинают читать Бытие. Потому что для того, чтобы читать Бытие, нужно иметь очищенный ум. И это слишком твёрдая пища для детского ума. Поэтому не начинайте читать Библию с Бытия. Первые две главы Бытия можете, так сказать, оставить себе на потом. Начинайте читать Библию с Псалтири, с Иова, с Исаии, с притчей Соломоновой. Вообще самое лёгкое чтение, кажущее для себя лёгким. Притчи Соломоновой, премудрость Иисуса Сына Сирахова. Вот с этих вещей начинать читать Библию. А вот такие, например, вещи, как «Песнь, песни», пророк Иезыки Иль и первые главы Бытия читаются только по достижению духовной зрелости. И вообще, я думаю, вообще, значит, здесь вот это первые главы книги Бытия, это ведь не Ветхий Завет в точном смысле слова. Потому что Ветхий — это то, что устарело. Вот этот рассказ библейского повествователя Моисея о сотворении мира и человека в мире, это не Ветхий Завет, это Вечный Завет. Он не потеряет своей актуальности до самого страшного суда, до окончания времени, до вхождения спасённых в небесный Иерусалим. Не потеряет актуальности. Поэтому это не Ветхая. Вот книга Левит в каком-то смысле это Ветхий Завет, да. Потому что это больше не приносится. Это и у евреев этого нет, либо храма нет. А вот там уже второзаконие, числа, исход. Но это тоже не совсем Ветхий Завет. Там про Христа всё. Там пророчество о Христе. Вот исход, например, можно читать. С исхода можно начинать чтение Библии. Так что это не Ветхий Завет, это Вечный Завет. Он требует некой подготовки для того, чтобы войти в Освятилище этих божественных мыслей. Что ещё вам скажу? Что вот евреи, вот эти самые евреи, благословенные, Израиль, евреи, евреи, кругом одни евреи, значит, они нам очень нужны. Зачем, вы спросите? А затем. Что они же не истребимые, не исчезающие никуда. Когда говорят, а почему чудес нет? Ну как же нет? А вот евреи. А что евреи? Они до сих пор есть. Вот итальянцы, например, и римляне. Это совершенно два разных явления. Римляне при Юлии и Цезаре, итальянцы при Берлусконе. Это совершенно два разных типа людей. А евреи, допустим, при Моисее, или евреи при Самуиле, или евреи при Языкии, или евреи при Иисусе Христе, или евреи сегодняшнего. Да одни и те же евреи. Они нерастворимы. То есть мир их не растворяет. Они не растворяются. Они сохраняются. Вот русские, например, со времён, скажем, князя Владимира или современного Нагрозного, особенно вот в последние столетия благодаря советизму, они сильно изменились. И уже, наверное, мы бы не узнали в русском русского, а он бы в нас русского не узнал, если бы мы повстречались с человеком 17-18 века. А евреи – это те же самые евреи. Это чудо, на самом деле. Так вот, они на голубом глазу, совершенно на полном серьёзе считают, что от сотворения мира прошло 6 тысяч лет, скоро будет 7, или вернее 7 тысяч лет. Простите, я здесь могу сбиться в точных цифрах. Это тоже нетрудно проверить, это всё дневниковые данные. Зайти там, какой там сегодня год по еврейскому календарю, и там вам покажут. Они вообще имели в виду всю эту археологию с геологией, эти миллиарды, триллиарды, секстильярды, как бы это до лампочки. У них от сотворения мира пошло вот столько-то тысяч лет, и не больше. И сотворил Бог мир в 6 дней. И не в 7, и не в 2, и не в 8 миллионов лет. И они в это верят, они задержатся, при том всём, что количество физиков, астрофизиков, биофизиков, биохимиков среди евреев, ну, учёный мир, состоит из них там на добрую треть или четверть. Это не мешает им держаться за священные слова Библии, зная, что именно в них, при всей их простоте, иногда даже наивности какой-то кажущейся, при всей этой такой, значит, вот, ну, как мифологическое повествование такое, да, может кому-то показаться. На самом деле, это и есть истина, да. А если наука в чём-то не согласна, то это проблема науки, это не проблема Библии. Ну, как вот вы можете верить, то, что там кит проглотил человека, человек три дня был в очереве китове, спросили Филарета Московского. Он говорит, да если бы в Библии было написано, что человек кита проглотил, и кит был в очереве человечем три дня, я бы и в это верил тоже. Это истина, а не это. Вот с этим, вот пусть они и переживают, а не мы. И с обезьянами теми же. Ну, отец Александр Мень, покойный, царство небесное, вот он как бы тревожился на эту тему, тоже он считал, что вот вполне возможно, Господь Бог создал там какую-то там Бибизиану, а потом из Бибизианы там, может, там развивалось такое. Слушайте, зачем вы мучите себе голову? Тем, чем мучить её не надо. Имейте чистую совесть и веру Божию, познавайте Бога в молитве, познавайте правду живых слов, правду живых слов, священных текстов. У вас не будет никакого внутреннего барьера и противоречия. В библейском повествовании и в евангельском повествовании. Они же зеркально отображают друг друга. Если ты усомнишься в Ветхом Завете, ты поколебаешься в новом. Если ты не поймёшь нового, ты, значит, ветхие отбросишь. Они нужны друг другу, как солнце и луна меняют друг друга на небосводе. Поэтому не надо засорять себе голову задачами сверхсложными, которые не по силам, не по сеньке шапка. Соединить там, как бы, откровения современной науки со всеми их теоретическими выкладками. Какие-то басни про динозавров, там с динозаврами тоже не всё ясно, про них в Библии тоже довольно много написано. И про какие-то там великанов, рифаимов, там всякие. Там есть и некоторые вещи, что Господь предаёт совершенному забвению, кстати говоря. То есть целые геологические эпохи могут быть преданы просто забвению. Говорят, Господи, ты стёр напрочь память о них, там Исаия пишет. Поэтому моё сердце вообще не дёргается от этого. Потому что я вижу этих учёных, смотрю им в глаза, слушаю, что они там рассказывают с умным видом. Потом я понимаю, что с ними будет. Что с нами вообще с всеми будет? Что мы пляшем на краю могилы, не замечая этого? А потом я смотрю на Серафима Саровского, и понимаю, кто прав. Какой-то академик Российской академии наук или преподобный старица Саровского леса? Я понимаю, что прав старица Саровского леса, который ни её-то не сомневался во всём этом. А эти все водители тени на плетени, они весьма успешны в тактических вещах. Например, самолётик сделать, чтобы он летал и не падал. Спасибо за это, это хорошо. А вот построить модель Вселенной и объяснить, как это и почему это, это не дело мозгов человеческих. В этом смысле любая космогоническая, теогоническая теория, какой-нибудь язычник, какой-то шумеро-акадской какой-нибудь цивилизации, или какой-нибудь там Микено-Критской, она гораздо ближе к истине, чем современное это басурманство научное, холодное научное басурманство. И греки, и евреи, вся древность, вся античность, и вавилоняне, они были в космогонии, и в чувстве Вселенной, и египтяне, безусловно, они были гораздо ближе к правде Божией, нежели современная басурманская наука, которая пыжится создать научную модель Вселенной. Да, ставьте вы, с собой разберитесь сначала. Поймите, откуда вы и куда идёте. Так что читайте, я вам сказал, уважаемый Дмитрий, с чего читать это всё. А как бы, ну, наш брат поп, как бы у него, как только чуть-чуть больше образования будет, так он сразу захочет позаигрывать, так поперемигиваться, значит, там с философией, с политологией, там с современной наукой, с астрономией, с геологией, дескать, а мы тоже не лыком шиты, мы, мол, знаем. И начинаю там фантазировать, как бы, значит, только, дескать. А это совершенно бесполезное занятие, пустое, душе ничего не дающее, вносящее смуту в голову и разрушающее правильную модель Вселенной, которая есть у нас в голове благодаря вот этой святой книге. Так что исследуйте Писания. И в них главное – это личность Иисуса Христа, который вообще не дал нам возможности сомневаться в правдивости библейского повествования, потому что он сам говорит, сотворивший мужчину и женщину, значит, вначале сотворивший человека, мужчину и женщину, вначале сотворил их. То есть он совершенно прямо цитирует, подтверждает все библейское повествование. Господь наш, воскресший из мертвых, Иисус Христос. Ему слава и держава. На нем мы стоим. Мы стоим на нем, а не на каких-нибудь докладах, произнесенных в астрономическом обществе. Субтитры создавал DimaTorzok